Депутаты прокатились на автобусах и им не очень-то понравилось. На заседании комитета Владимирского горсовета по жизнеобеспечению города народные избранники заслушали доклад Людмилы Бундиной. Она вместе с двумя помощницами в ноябре этого года мониторила работу общественного транспорта, опрашивала пассажиров, кондукторов и водителей. Выводы неутешительны. Внутри салона газомоторных автобусов чувствуется запах газа, в салонах темно. Окна либо заклеены рекламой, либо заляпаны грязью. Остановки при этом объявляют не всегда, как в тюрьме констатировала Людмила Бундина. Может быть нам сделать общественную помывку внутри салонов. Там, знаете, прям чернота кругом сверху. Прям некрасиво смотреть. Уже какие-то рекламы, они уже висят. Как-то надо привести порядок не только внешний, но и внутренний состояние наших автобусов. Ряд претензий озвучила ее помощница Людмила Ярилина. Водители часто не смотрят в зеркало, поэтому часть пассажиров забывают на остановках. На пешеходных переходах при резком торможении люди в салоне падают, даже кондукторы. Проблема возникает и при попытке граждан покинуть общественный транспорт. И самое страшное, когда бабушки, бывает иногда женщины с палочками, с костылями, они не могут выйти из автобуса на остановках. Вот такое расстояние от порядка. Некоторые водители хорошо прям устанавливаются, можно выйти там, поставить этот костыль и выйти. Сами понимаете, какое пространство, что надо выходить. И очень много даже некоторые проезжают мимо, плачут, проезжают мимо, ждут, когда автобус остановится там, где они будут выходить. В защиту перевозчиков выступил начальник отдела транспорта и связи Олег Орехов. Говорит, водители в курсе требований, инструктаж регулярно проводится. За утечкой газа в автобусе следит газоанализатор. Перед каждым выходом на маршрут салоны осматривают, водители проверяют медики. Прямо к остановке подъехать не всегда удается из-за припаркованных рядом машин. Падение пассажиров обязаны зарегистрировать сотрудники ГИБДД. Что касается громкой связи в салоне, то что же? Техника ломается. Факты, конечно, нарушений существуют, но я не скажу, что они имеют массовый характер. В любом случае, техника есть техника, она имеет свойство ломаться, но перевозчики со своей стороны стараются в максимально короткие сроки все нарушения устранять. Председатель комитета Николай Толбухин уверен, большинства проблем удалось бы избежать, если бы во всех автобусах установили видеорегистратор и направили камеру в салон. Что решает регистратор установить, который он отправил в салон? И того же самого водителя, это будет дисциплинировать, уже не поедет он на линию с неработающим микрофоном, потому что все увидят, что он не является самым. У них будет тормозить резко уже тогда так же. Не будут люди падать в конце концов. Это цена по 3000 рублей. Эти требования в договор между администрацией и перевозчиками как раз планируют включить, пока установка регистраторов осуществляется в добровольном порядке. Коснулись депутаты и другой транспортной проблемы – грядущего двухлетнего ремонта трассы М7 «Волга». В связи с масштабной реконструкцией необходимо продумать объездные маршруты для общественного транспорта. Обращение в адрес главы администрации уже направлено. Вскоре эту тему обсудят на очередном заседании комитета. Екатерина Зинурова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.